Добрый день! Мы в новой школе преподаем иностранные языки. И сейчас мы расскажем вам, как. Во-первых, мы делим учеников по группам. Для этого мы проводим устное и письменное тестирование. За основу мы берем общеевропейскую шкалу уровней владения языком. Мы учим иностранному языку в первую очередь для общения. Безусловно, грамматика и словарный запас — это важная база, и мы уделяем этим аспектам много внимания на занятиях. Вместе с тем, в первую очередь, мы развиваем навыки говорения и письменной речи. Также важное правило, о котором мы договорились с детьми, мы не используем русский язык на занятиях. Выполнение домашнего задания по английскому является обязательным. Как правило, ребятам задают упражнения из рабочей тетради, которые дублируют материал, пройденный на уроке. Это делается для того, чтобы лучше закрепить его. Помимо этого, мы используем интернет-материалы, такие как ролики с YouTube, TED-токи и небольшие квизы. У нас в школе действует программа чтения на английском. Раз в месяц дети приходят в библиотеку, выбирают книгу, читают ее на выходных и делают к ней творческое задание. Мы надеемся таким образом привить детям любовь к чтению на английском. В новой школе мы считаем, что нашим ученикам нужно сдавать кембриджские экзамены. КИТ, ПЭТ, ЭФСИИ. Во-первых, они позволяют объективно оценить уровень их знаний, а во-вторых, служат дополнительным средством их мотивации. На наших уроках дети много работают в парах и группах. Мы создаем ситуации, в которых дети учатся решать конкретные коммуникативные задачи, задавать вопросы, рассказывать о себе и о своих увлечениях. Для нас важно, чтобы детям было интересно на наших уроках. Для тех, кто хочет еще больше погрузиться в языковую среду, в школе работают множество кружков, начиная с академических направлений, такие как подготовка к международным экзаменам КЭТ, ПЭТ, ЭФСИИ и АЙЛС и заканчивая разговорными клубами. Преподавание вторых иностранных языков в новой школе ведется по тем же принципам, что и преподавание английского. Это значит, что на уроках французского мы разговариваем с детьми на французском. А еще мы стараемся обращать внимание на произношение. Нам бы хотелось, чтобы ребята говорили не просто свободно и грамотно, но еще и красиво. Как на самом деле французского. На уроках испанского языка мы говорим на испанском. А на уроках немецкого, не поверите, на немецком. Даже с самыми начинающими. Нам важно, чтобы дети не просто усвоили какой-то материал, но имели возможность сразу применить его на практике. Кроме того, мы организуем проекты и стараемся знакомить детей с культурой страны изучаемого языка. Изучение иностранных языков не ограничивается посещением уроков и кружков. Нам бы хотелось, чтобы ученики как можно больше находились в языковой среде. Иными словами, чтобы всегда что-то жужжало. Для этого мы предлагаем посетить уголок иностранных языков. Здесь можно поделать задания на сложную тему по грамматике, послушать подкаст или почитать книжку на иностранном языке. Нам кажется, что это отличное пространство для развития самостоятельности. Приходите. Как ускорить изучение языка? Установите себе приложение для изучения слов. Если проводить с ним всего 5 минут в день, то за год это будет 30 часов. Прослушивание подкаста тоже помогает. Например, я слушаю 6-Minute English from BBC. Как правило, на уроках мы используем учебные пособия международных издательств. Это учебник и рабочая тетрадь к нему. Нам нравится такой подход, потому что учебники хорошо сделаны в соответствии с современной методикой, но и они готовят к международным кембриджским экзаменам. Изучайте иностранные языки с нами! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!